Добрый день, мои дорогие зрители! Добро пожаловать на мой авиационный канал YouTube. Я продолжаю серию видео с ответами на наиболее часто задаваемые мне вопросы. И сегодня мы поговорим о трактористах. Почему пилот орудует штурвалом Аки-тракторист? Расскажу, но начну я с истории. Скорость не теряем. Интерцепт надо убрать, наверное. Скорость не теряем. Сейчас маловато. За что? Потому что на механизации ничего не выпускаешь. Вот, команды надо делать. Пары выпустить, включить. Вот, посмотри, у тебя глист надо... 36, вообще. Что-то разбалтываешь. Его можем вот толтать. Вот, бусыру прямо лететь. Иди, держи. Такие уже давно много шума наделало видео, в котором командир Ту-154 наставляет своего второго пилота, пытавшегося сучить штурвалом влево и вправо. Мол, чего ты его дергаешь? Смотри, от этого нет никакого эффекта. Его можем вот толтать. Вот бусыру прямо лететь. Иди, держи. Ключевой во всей этой фразе Ту-154. Этот самолет управляется посредством умной, хоть и весьма уже древней, автоматической бустерной системой управления, сокращенно АБСУ. Замечу, что он управляется ей всегда, даже тогда, когда пилот крутит штурвал самостоятельно. По заложенным в нее законам управления, АБСУ решает, как отклонить рулевые поверхности. Ну, прям как Аэрбас, у которого компьютер определяет, как самолет улететь по воле пилота. Здесь примерно так же. АБСУ Ту-154 обеспечивает заданные характеристики устойчивости и управляемости в соответствии с заложенными в нее законами управления. Штурвал пилот может даже не трогать, но АБСУ все равно будет рулить самолетом, отклоняя элероны, руль высоты, руль направления, обеспечивая устойчивость, демпфируя колебания, которые возникают из-за атмосферных и не только воздействий. И делает она это, замечу, очень хорошо. Ту-154 в сравнении с Boeing 737, особенно с его короткими модификациями вроде 737-500, устойчив как утюг. Но при ручном пилотировании АБСУ реагирует достаточно инертно, что и демонстрирует командир в нашумевшем видео. На его резкие движения влево-вправо самолет никак не отзывается. Наглядно? Наглядно. Так вот, если я сделаю то же самое на Boeing 737, то вот он отреагирует, да еще как. Отсюда какой сделаем вывод? А вывод мы сделаем правильный. Не стоит судить обо всех самолетах по одному лишь видео. То, что хорошо для Туполя, может оказаться плохим для Boeing. И наоборот. На Boeing 737, как и на многих других самолетах, система демпфирования, конечно же, есть. Она обеспечивает устойчивость. Но она использует лишь руль направления для уменьшения возникающих в полете колебаний в путевом канале. И с ней, замечу, летать куда лучше, чем без нее. Однажды, еще в первый год своего командирства на Boeing 737, как раз таки на короткой модификации 500, мне довелось испытать на себе, что такое отказ демпфера, руля направления и заход на посадку в болтанку. Рулить, поверьте, пришлось как водителю КамАЗа на обледеневшем неровном спуске. И руками, и ногами. На 737-800 мне тоже доводилось летать без демпфера руля направления. Но так как эта модификация более длинная, то есть плечо от центра тяжести до киля у нее больше, что позволяет самолету демпфировать возмущение атмосферы посредством простой аэродинамики, то колебаний в путевом канале куда меньше. И пилотировать ее в таких условиях куда проще, чем 500-ку. Но до железобетонной устойчивости ТУ-154 в 800-ке далеко. Что касается самой длинной модификации семейства NG-900-ки, на такой я тоже летаю. У меня на ней нет опыта при этом без демпфера, но с ним она чуть больше похожа на утюг, нежели 800-ка. Ну а 737 Max 8 в пилотировании представляет собой нечто среднее между 800 и 900. А коротыш 500-ка сегодня мне представляется чуть ли не истребителем. Такой чуткий, юркий, отзывчивый самолетик, болтающийся в потоках воздуха, как бревно на перекатах. Ну или как Ан-2, летящий в жаркий летний день, то над пашней, то над лесом, то над речкой. Кто на Ан-2 летал, тот меня поймет. Да, кстати, если же на Ту-154 вдруг отключится демпфирование по всем каналам управления, то из устойчивого утюга он превратится в весьма непросто управляемую сосиску. Продолжим. Самолет — это вам не автомобиль, который варяжно катится по сухому асфальту. В полете на самолет постоянно действуют изменчивые атмосферные потоки, с которыми пилоту приходится бороться. И при этом, чем меньше скорость полета, тем хуже самолет слушается рулей. То есть, его управляемость хуже, и для пилотирования требуется больше отклонения рулей, как для изменения положения самолета, так и для корректировки возникающих внешних воздействий. Если же продолжить аналогию с автомобилем, что ж, попробуйте проехаться со скоростью километров 60 в час по неровной проселочной ледяной дороге, поставив перед собой задачу не уходить от ее оси более чем на метр в сторону. Попробуйте и поделитесь видео из кабины. И вот, теперь-то мы и подходим к ответу на вопрос. Иногда, чтобы оперативно исправить отклонения, вызванное, например, мощным завихрением воздуха, требуется довольно-таки глубоко и быстро отклонить штурвал. Так самолет резвее отреагирует, исправить это отклонение. Ну а затем, возможно, придется скорректировать его полет обратным движением штурвала, так как воздействие атмосферы, оно далеко не всегда линейное и рано или поздно заканчивается. Вот и приходится самолету постоянно помогать держаться в установленных рамках. Но иногда пилот сам создает себе отклонение. Например, стоит самолет немного накрениться, например, влево в очередной воздушной яме, пилот излишне глубоко отклоняет штурвал вправо. Самолет радостно переваливается в правый крен, пилот отклоняет штурвал в левую сторону, и вот так самолет начинает гулять из крена в крен, а пилот, сжав зубы, героически им управляет, считая, что борется с атмосферой, ну а на самом деле он борется сам с собой. И это довольно-таки часто наблюдается у новичков. Стоит самолету взлететь и поехали. Пум-пум. Замечу, что на видео из кабины чаще всего не видны отклонения, которые пилот исправляет. Я имею в виду влияние атмосферы на тангаж или на крен, потому что они еще незначительные. И это, собственно говоря, и вызывает вопросы у любопытных. Ведь им-то кажется, что самолет никак не реагирует на штурвал. На самом деле, потому и не видно, что пилот эти отклонения уже пресек, почувствовал их развитие в самом зародыше и парировал. Как вы думаете, чем пилот чувствует такие отклонения? Отвечу, своей пятой точкой. Ну или же глазами, если чувство самолета попой у него еще не развито. Кстати, наличие последнего и отличает опытного пилота от новичка. Не надо забывать и про инертность самолета. Пассажирские лайнеры это не истребители и не Cessna 172. Они не реагируют на отклонения органов управления так же стремительно. Поэтому приходится шуровать штурвалом. И при всем при этом, пилоты пассажирских самолетов поставлены в очень жесткие рамки так называемого стабилизированного захода на посадку. По скорости полета, по вертикальной скорости снижения, по диапазону использования тяги двигателей и по положению самолета относительно профиля снижения, по кренам, по выпуску механизации и так далее. Которые соблюсти в бурлящей атмосфере, ой как непросто. Ну а порят за несоблюдение критериев, ой как больно. То есть, хошь не хошь, но отклонения придется исправлять, чтобы удержать самолеты в узких рамках правил, а свою попу, свой инструмент пилотирования от наказания. Конечно, штурвал можно вообще не трогать, и самолет все равно будет лететь. Но он будет как-то лететь, болтаясь в воздушных потоках, как бумажный кораблик в весеннем ручье. Лететь строго по глиссаде он, конечно же, не будет и на полосу не попадет. Пассажиры расстроятся. Поэтому что? Приходится самолетом управлять. Шурувать штурвалом, а кидядя Паша на газоне. Вы спросите, как работает автопилот? Ну, наверное, куда лучше пилота? Давайте я покажу, как работает автопилот при выполнении захода на посадку в неспокойной атмосфере. Продолжение следует... Я вас не убедил. Вы все еще считаете, что пилоты придумывают оправдание своей неумелости, и на самом деле все не так, и мастеров-асов на них не хватает. Что ж, давайте обратимся к мастерам, в профессионализме которых сомнения могут возникнуть только у совершенно не интересующейся ничем части зрителей. Марк Лазаревич Галай не требует представления для любителей авиации. Это заслуженный летчик-испытатель, Герой Советского Союза, имеющий в своем списке почти полторы сотни совершенно разных самолетов, на которых он проводил испытательные полеты по разнообразнейшим программам. От маленьких самолетиков и до огромных, таких как Ту-4 и сверхзвуковые бомбардировщики КБ Мясищева. Если вы интересуетесь авиацией и все еще не читали его книг через невидимые барьеры и испытанно в небе, то вы сделали огромную ошибку. Спешите наверстать. Марку Галаю неоднократно приходилось возвращать самолеты на землю, используя минимальные шансы. Например, почти развалившийся после флаттера бомбардировщик СБ, или поврежденный МиГ-9 с отказавшим управлением, который он вернул на землю, используя лишь разнотяг тяги двигателей. Или трофейный немецкий Мессершмейт-262, который ввиду отсутствия специального топлива, испытывали как планер, хотя планировал он лишь немногим лучше, чем утюг. Так вот, что же Марк Галай, несомненный мастер ручного пилотирования, пишет в своих очерках? Давайте почитаем. Ближе к Москве усилилась болтанка. Мы шли довольно низко, погода была ветреная и жаркая. Резкие воздушные порывы следовали один за другим. И тут-то мы поняли, что за удовольствие лететь на Ту-4 в болтанку. Шуровать штурвалами и педалями приходилось почти непрерывно и с изрядными усилиями. На высоте нашего полета почти всегда изрядно болтало. Приходилось все время энергично крутить штурвал и шуровать педалями. Ну или вот еще. А пока мы продолжаем носиться, с трудом не различая мелькающую под самым носом самолета землю сквозь пелену, несущегося нам навстречу снега. Резкая болтанка заставляет непрерывно крутить штурвал. Крутить штурвал. Непрерывно крутить штурвал. Что ж, я думаю, на этом стоит закончить. Спасибо за внимание. Летайте безопасно. Читайте мастеров авиационного дела. Пока. А на закуску покажу, как мешают бетон коллеги на аэрбасах. Субтитры создавал DimaTorzok